Всем привет! Всем привет! Всем привет! У нас новые новости! Масло масляное, но тем не менее. Собственно, о чем мы хотим сегодня рассказать? Про работу в Эквадоре. И не голословно, без домыслов, без каких-то историй сына маминой подруги, расскажем сегодня про себя. Я нашла работу в Эквадоре. В Эквадоре-Испании, если быть точнее. Но, тем не менее. Собственно, хотели бы с вами поделиться этим опытом, потому что это действительно очень интересно. Насущный вопрос. Да, насущный вопрос. Есть что рассказать, потому что много есть обсуждений насчет того, что можно ли найти работу в Эквадоре. Ну, давайте сразу какое-то, скажем, резюме. Можно найти, если ты хороший специалист. Работать лопатой? Наверное, нет. А теперь расскажем подробнее о нашем опыте. Ну, и, наверное, Максим начнет с того, что... Потому что я немножечко творческая личность, а Максим меня структурирует и всем руководит. Поэтому сейчас Максим скажет, где, собственно, работу искали. Откуда начинать искать работу? Тут, как говорится, все средства хороши. То есть, можно начинать, ну, даже нужно начинать искать вплоть с мелких местных сайтов в любом городе, группы на Фейсбуке, объявления, какие-то большие могут сайты тоже использоваться. То есть, скажем так, ничем не брезгуете. Нет какого-то единого рецепта, где вы 100% найдете работу. Есть типа местных хэдхантеров? Местных хэдхантеров, заканчивая LinkedIn. То есть, что там, что там, будет отклик совершенно одинаковый. То есть, работу мы искали один месяц. Откликались, да, как я и сказал, и на мелкие, и на LinkedIn. Где-то, все как всегда. То есть, где-то отвечают, где-то не отвечают. Где-то ваше резюме просмотрено, но зарегистрируйтесь лично на нашем сайте, чтобы отправить еще анкету. Мы еще раз более внимательно посмотрим. Все как и везде. То есть, нужно смириться, что не будет ничем, скажем так, рынок трудоустойства отличаться кардинальным образом от привычного вам рынка. Смотрим, откликаемся, высылаем резюме. Как бы, собственно, как это было, сейчас уже расскажет Марина. Ну что, собственно, да, как Максим верно и сказал, если мы засекаем временной примежуток, сколько у меня это заняло, то, наверное, от начала высылки первого резюме до уже получения оффера у меня на это ушел один месяц. Да. Собственно, надо, наверное, сказать, кем я устроилась работать. Устроилась я работать, ну, скажем так, фронт-энд-разработчиком в испанскую компанию. У этой испанской компании компания занимается грузоперевозками. То есть, это карго-компания. У них основной офис в Испании. То есть, это Мадрид-Барселона. И у них есть два филиала в Латинской Америке. Один филиал в Куэнке в Эквадоре, один филиал в Колумбии. Теперь давайте расскажу о том, как проходило собеседование. В принципе, все прошло в достаточно сжатые сроки. Я откликнулась на вакансию этой компании. Уже на следующий же день мне написал сотрудник этой компании, HR. Мы какие-то вопросы проговорили по телефону. Мы переписывались в WhatsApp. Соответственно, я прошла небольшое анкетирование. Они немножечко узнали обо мне больше информации, нежели чем то, что было предоставлено в резюме, написано на сайте и так далее. После этого, после собеседования с HR по телефону, было назначено собеседование... Собеседование? Да, уже очное. На следующий день. То есть, мне дали изначально посмотреть тот материал, с которым я буду в дальнейшем работать. Задали по нему некоторые вопросы, чтобы я могла подготовиться. То есть, что от меня хотят услышать какие-то планы моей работы, что бы я с этим сделала, как бы я это улучшила, вообще мое видение всей этой ситуации, чтобы его можно было уже в дальнейшем предметно обсудить на собеседовании. На каком языке было собеседование? На испанском. Конечно, в IT достаточно часто работают на английском, я хотела работать на английском, но поскольку тут такая испанская Испания, то есть в Эквадоре говорят на испанском, в Испании говорят логично immigration, центральный офис в Испании... Да, центральный офис в Испании. Вся моя работа состоит на испанском и, соответственно, собеседование также проводили на испанском. Собеседование было как с эквадорским офисом, так и с испанским. То есть, где-то, наверное, час или полтора, Наверное, в совокупности мы общались по скайпу, собственно, какие вопросы задавали, помимо каких-то профессиональных вопросов о том, как вы видите эту работу, как вы могли бы исполнять те или иные должностные обязанности, мои компетенции, мое образование и так далее. Собственно, после того, как собеседование наше закончилось, все они узнали, что хотели, дали еще одно тестовое задание, то есть тестовое задание, которое уже надо было непосредственно практически выполнить за день где-то, ну, как мы обговаривали, что в течение суток я его делаю, высылаю свои результаты работы, они его оценивают, и если уже вот этот вот последний этап их устраивает... То есть, то они принимают окончательное решение. Да, и высылают оффер. Вот, собственно... Что понравилось, в общем, скажем так, что понравилось на этапе собеседования и вот заключения договора, что они не задают куча лишних вопросов, то есть мы... Дебильных вопросов, я бы сказала, которые задают многие. То есть, начиная от того, кем вы видите себя в компании через пять лет, заканчивая, как у нас был опыт, начиная с американскими и канадскими компаниями, ваша раса, гендерная принадлежность, какие-то вот куча таких вот не самых нужных вопросов, которые... Сейчас, причем, можно я вклинюсь немножечко про эти гендеры и расы? Наверное, кто устраивался в какие-то международные, но особенно американские компании, знают, что они почему-то очень любят задавать эти вопросы. То есть, у них большими буквами написано, что мы не имеем там предрассудков, мы ко всем толерантны, и вот это вот все. Думаешь, замечательно, это же прекрасно просто. Ну, зачем вы тогда после вот этого вот дисклеймера у меня спрашиваете, а какой я ориентации, там, я не знаю, а ты гетера, лесбиянка, би, там, я не знаю, трансгендер, какая твоя вера, являешься ты, там, небинарной персоной, и вот это вот все, там, и какая твоя раса, кто ты по национальности, думаешь, ну, так если вам все равно. Зачем вы так сильно уточняете об этом? Да, как бы, а вы кого хотите нанять? Ну, так вот, что касается процесса найма, то есть, да, не было вот этих кучи дебильных вопросов, то есть, были вопросы строго по компетенциям, кто ты, что ты, что умеешь, вот тебе такой кейс, если бы вот такая ситуация возникает, как ты ее решишь, при помощи чего? Понятно. Следующий вопрос, то есть, все только в рамках компетенции, не разговаривали о жизни, о погоде, о природе, то есть, это был час-полтора строго рабочих моментов, что, как бы, очень сильно понравилось. Также, что, на что стоит обратить внимание, что многие, допустим, если мы говорим по Латинскую Америку, компании не указывают ежемесячную оплату труда. Как договоримся, грубо говоря, давайте торговаться. То есть, естественно, перед тем, как устраиваться на работу, мы изучили этот вопрос, мы уже понимали, сколько в среднем по рынку можно получать, ну, плюс-минус хотя бы, то есть, чтобы совпадать с реальностью, скажем так. Они спрашивают зарплатные ожидания. Да, то есть, они нас всем спрашивают ваши зарплатные ожидания, мы отвечаем эти ожидания, как бы, они говорят, не да, не нет, таки, хорошо, давайте теперь более плотно пообщаемся. И если, как бы, твои знания соответствуют твоим зарплатным ожиданиям, то без проблем, как бы, я думаю, их могут удовлетворить. Ну, и немножечко про зарплатные ожидания, да, как Максим сказал, что где-то зарплату указывают в вакансии, где-то смотрят на компетенции. Опять же, мы немножечко на эквадорский манер, изучив весь рынок, решили назвать сумму чуть-чуть побольше рынка, скажем так, чуть-чуть побольше, чтобы была возможность, например, потом вниз торговаться, ну, потому что в Эквадоре это вполне естественно. Вот, сумму озвучивать не будем, но скажу так, что нас более чем устроило, с нами без торга согласились на ту зарплату, которую я озвучила. То есть, вот я озвучила чуть выше рынка с целью поторговаться, со мной никто не торговался. Также отдельный пункт, хотели бы обратить внимание, то есть периодически получаем запросы, вопросы, что касается отношения во все каких-либо профессиональных рабочих моментах к русским. Вот тому пример, то есть Латинская Америка, собеседование с офисом Латинской Америки, естественно, все понимают, что граждане России никаких дополнительных вопросов нет. Но они спросили, вы из России? Не, оно имеется в виду, да, то есть они видно в резюме, они уточнили, кто вы и откуда, вопросы эти тоже были заданы, никаких доп. вопросов дискриминации не было. Никто под кожу не лез, никто там какие-то вопросики такие не задавал, то есть просто спросили, вы из России, получали образование в России, работали в России? Да, в России. Живете в Эквадоре сколько там? Столько-то. Там замужем? Да, замужем там. Муж эквадорец? Нет, муж тоже из России. Все понятно, понятно, вопросов больше нет. То есть вот, я говорю, вот моя седула, вот моя виза с разрешением на работу здесь в Эквадоре. Все, больше никаких вопросов ни у кого не возникло. Ну и, соответственно, на следующий день было собеседование с центральным офисом в Испании, в Европе, как бы тоже никаких там дискриминационных вопросов, как бы все строго в рамках компетенции. Кто ты, что ты умеешь, как бы хотя тоже, как бы они уточнили граждане какой страны, есть ли разрешение там на работу в Эквадоре, в эквадорском филиале. Все проговорили, никто не провокационных вопросов не задавал, не ухмылялся, не подмигивал, не говорил, ну вы же понимаете, о чем я. Все профессионально. Четко и хорошо. Четко и хорошо, как бы никаких неудобностей, скажем так, нам не было нанесено, скажем так. Еще небольшую такую ремарку хотелось бы рассказать и вставить по поводу поиска работы в Эквадоре в том числе. Очень много вакансий очных. То есть по Эквадору, вообще в целом по Латинской Америке, мне кажется, они практически везде указывают в своих заявках, что вы должны работать в офисе. Да, то есть именно галочки, если вы будете фильтровать, например, при поиске вакансий по удаленной работе, может быть их очень-очень мало. Опять же, я буду работать удаленно, мы это проговорили на собеседовании. То есть официально офис моей компании находится в Куэнке, и они изначально хотели, чтобы я работала в офисе, но в принципе... Ну, я сказала, что я никуда не поеду. Да, но я сказала, что я живу в другом городе, переезжать мне не очень хочется, давайте хотя бы присмотримся к друг другу, то есть поработаем несколько месяцев дистанционно. Если будет такая необходимость, я рассмотрю вариант переезда в Куэнку и работы в офисе. Если нет, там... и вообще, в принципе, ну как бы моя работа, она не требует в офисе присутствия. Вот, в принципе, испанский офис дал добро, они это все согласовали, вот, потому что работа моя начинается в 7.30 утра. А, кстати говоря, по Эквадору это нормально. То есть даже при просмотре различных вообще вакансий можно заметить такую тенденцию, что в 9 утра никто работать не начинает, это для Эквадора уже очень поздно. Это в 8-8.30 утра, вот у меня в 7.30 утра. Ну, это за счет того, что ориентируясь по центральному офису в Испании, соответственно, из-за разницы во времени, нужно немножечко пораньше. Да, нужно как-то состыковываться, вот. Поэтому, если кто-то будет искать работу, пробуйте договариваться. Если вы сами понимаете, что ваша работа может быть удаленной и присутствие в офисе там... Не столь принципиально. Да, не столь принципиально, не требуется, то попробуйте, как бы не отметайте эти вакансии сразу. Если вы видите, что предполагается работа в офисе, попробуйте договориться, если как бы до этого этапа доходит. Ну, а на этом мы с вами заканчиваем это видео. Всем желаем хорошего дня, нам успешной работы. Да, а потом обязательно расскажемся, поделимся впечатлениями. Все, до новых встреч. Пока-пока.